Туристический сезон Нынешний сезон туристический 2017 года как-то отличается от прошлого? И правда ли, что Турция в этом году опять впереди планеты всей? Вы знаете, я считаю, что значительно отличается от прошлого года. Если не в два раза, то, возможно, даже в три раза больше турпоток превысился. Да, действительно, Турция актуальное направление, как минимум, потому что стоимость привлекательна. В начале сезона турпоток превысил по статистике в Турцию на 5300%. Это какая-то ужасающая цифра. Это практика, которую приводят туристические порталы. Если рассматривать другие направления, также актуальна Греция, но чем отталкивает? Визовые формальности, сложности, опять же, отпечатки пальцев. Что еще актуален? Тунис, Китай, остров Хайнань. Вот наиболее актуальный в этом сезоне. Также спрашивают российские курорты. Но чаще всего у нас проще самостоятельно организовать по России отдых. А выйдет ли это дешевле в случае самостоятельных поездок? Не всегда. Хотя, казалось бы, Крым, это же совсем рядом с Турцией. Похожие погодные условия и мягкий климат, и при этом гораздо красивее. Но сказать, что Крым хоть близко приблизится к конкурентоспособности с Турцией можно? Я думаю, в будущем возможно. Хотя бы потому, что курортный сбор введут. Я не считаю, что это негативно скажется на Турпоток. Я думаю, люди, которые ездят в Крым и на российские курорты, они и будут ездить. То есть их не отпугнет это? Нет, пугнет. В общей массе это не так ощутимо будет. Единственное, что, я думаю, отталкивает от российских курортов, это в частности в Крыму. Мы все привыкли к платежам рассчитываться картами, то есть где-то снять деньги. Такие наличку мы с собой практически не носим сейчас. В этом плане сложности в том же Крыму. Опять же, не везде, допустим, на маленьких курортах, небольших поселениях не так много кафе или пунктов питания, не так разнообразно, как нам бы хотелось. Ну и, скорее всего, я бы порекомендовала в Крыму брать машину и путешествовать в несколько населенных пунктов, посмотреть Крым со всей стороны. Иначе он не раскроется. То есть вся проблема в сервисе пока? Пока, да. Опять же, если говорить о ценовой политике, в случае, если мы берем тур в Турцию, неважно, даже не Турция, берем любой тур за пределами России, самый простой, и туры в России, что можно сказать о ценовой политике? У нас отдыхать дешевле или все-таки на уровне? К сожалению, не на уровне, но, опять же, это мое субъективное мнение. Если учесть все условия равные, не так, как, допустим, некоторые любят сравнивать в России отдыхать дешевле, я куплю ЖД-билет, поеду в частный сектор за три земли от моря. Если при равных условиях, то, скорее всего, выйдет дороже, нежели за границей, потому что, в принципе, вкупе весь турпакет, авиаперелет, трансфер, страховка. За счет объемов туроператоры умудряются получить какие-то скидки, лояльности, и, опять же, в этом плане за границей более чувствительно на турпоток. Если турпоток снижается, они тут же варьируют цену. В нашем случае российские курорты, они как установили на год цену вперед, она стабильно остается, меняется только стоимость авиабилетов. В этом сезоне, в июне месяце, проблемы были с авиаперелетами дешевых авиакомпаний. Вспомним, в Вимавиа, в Болгарии тоже сложности были с лоукостером. Сталкивались ли вы, ваша компания, с вот этими сложностями, и как вообще из таких ситуаций выходят фирмы? Нам повезло, мы с таким не столкнулись, при том, что у нас были туристы, которые летели на данных авиакомпаниях. Обычно это происходит таким образом, если вдруг происходит задержка рейса, более чем предусмотрено по договору, мало того, что авиакомпания должна предоставить напитки, питание, возможно, проживание, туроператор, либо заменяет авиаперевозчика, и туристы едут, соответственно, к другой авиакомпании, либо делают отсрочку какую-то, возмещают ущерб туристу. Но в любом случае выход есть, туристы не одиноки, они могут обратиться, и им всегда будет помощь. Вы говорите, более чем предусмотрено по договору, то есть на свое усмотрение в договоре оговаривается время задержки? Нет, это условие, как правило, выставляет авиакомпании именно чартерных рейсов. Есть такой пункт, что время, возможно, поменяется, но если более чем на сутки, или даже на сутки, естественно, туроператор в случае проживания должен возместить потери, и, соответственно, предоставить компенсацию. А я правильно понимаю, в случае, если вот как с Вимавиа, например, ситуация была, в случае, если в результате задержки рейса я опаздываю въехать в свой отель на сутки или двое, то вот эту разницу в цене, которую я уже оплатила, мне вернут? Да, смотрите, такой момент. Если вы прилетаете позже, тут понимаете, в чем какая тонкость? То есть международное правило заселения в отеле, как правило, после двух часов дня. Если вы прилетаете, да, была задержка для вас, она была более чем сутки. Допустим, вы должны были прилететь в 6 утра 23-го числа, а прилетели 24-го в 6 утра. Но если вы заселяетесь за 2 часа, ну, то есть до 2 часов дня, соответственно, это считается предыдущими сутками. Тут вот такая тонкость, соответственно, если турист осведомлен об этой тонкости, ему, конечно, возместят потери. А если он заедет раньше, это считается, как он заехал именно теми сутками, которые были распланированы. Скажите, пожалуйста, отправляя туристов отдыхать, у вас какая-то обратная связь с ними существует, вот когда они находятся на отдыхе? Если вдруг случается ЧП, они куда обращаются? Мы стараемся поддерживать своих туристов, в том числе по поводу отлета, вообще на пути всего следования. То есть, да, мы знаем, турист уезжает. За сутки мы отслеживаем, будет ли перенос рейса, нет. Сейчас очень много сервисов, Viber, WhatsApp, постоянно ВКонтакте прилетели. Как разместились? Хорошо, нехорошо? Что не устраивает? Если есть какие-то спорные ситуации, были ситуации, когда, допустим, в тех же Арабских Эмиратах не предоставили дополнительную кровать, мы связывались в том числе с гостиницей, все, узнавали тонкости и вопросы решались. Если не мы, туроператоры в любом случае решат. На месте гиды решают. То есть обратную связь имеем и по прилету туристов, конечно, опрашиваем, как отдохнули, что было хорошо, что плохо. Что было хорошо, это понятно. На отпуске всегда все хорошо. А бывает ли так, что приезжают и рассказывают, вот мне не понравилось, как здесь кормят, мне не понравилось условие проживания в данном номере или какие-то такие жалобы поступают? Жалоб конкретных нет. Либо мы тщательно подбираем турпродукт, либо, опять же, туристы объективно оценивают ситуацию, потому что сказать, опять же, в All-Inclusive было однообразное питание. Но когда, извините, готовят каждый день куча разносолов, и ты, в принципе, можешь сегодня одно поесть, завтра другое, а не набирать тарелки, тогда будет питание разнообразное. То есть если туристы оценивают объективно, жалоб не так много. Если говорить про All-Inclusive, мы же, когда только появились такие возможности, вылеты, россияне, наверное, все этим пользовались, и для всех было важно, для большинства было важно уехать, и чтобы вот я буду жить у себя в отеле, кормите меня, я буду есть много, спать долго и загорать, пока не сгорю. Как-то изменился подход туристов к выбору отдыха? Или вот все так и осталось? Чем дешевле, проще и больше, тем лучше? В большинстве случаев осталось, но когда поясняю, что, в принципе, каждое направление имеет свои тонкости, в том числе у меня были туристы, которые хотим во Вьетнаме All-Inclusive, хотя, как правило, во Вьетнаме берут все завтраки, объясняя, что, в принципе, вам это невыгодно. Плюсы, минусы. Если турист идет на это, в принципе, мы готовы предоставить All-Inclusive на других курортах, но где-то, если кто-то убежден, что ему нужен All-Inclusive, при всех аргументах бывает и такое, что прислушиваются. Особенности северных туристов, они вот наверняка какие-то есть. Ну, кажется мне, что, может, я, конечно, ошибаюсь, что крайне редко появляются туристы, которые хотят на горнолыжные курорты или туда, где вот Финляндию, где холодно и снежно. Вот можно ли сказать, что северяне в большинстве своем хотят море и тепла? Действительно так и есть. То есть к вам редко за морозом обращаются? Есть туристы, которые едут и на горнолыжные курорты, но их мало относительно всего количества. Я имела опыт работы в Перми, и действительно наши туристы северные хотят получить от отдыха максимум море. Большое количество обилия, много отдыха в плане недель, количество пребывания. То есть если в средней полосе России, как правило, ну максимум у тебя есть две недели, ты должен в них уместиться, и за две недели ему просто надоедает отдыхать. Говорят, слишком много. То для нашего туриста две недели кажется даже маловатой. Да, то есть мы хотим три недели, хотим, чтобы ни о чем не думать, все включено. То есть есть разные туристы, есть те, которые ищут более, не то чтобы культурно насыщенного, то есть какие-то мероприятия, программы, экскурсионное наполнение именно турпродукта, такие тоже присутствуют, и есть те, которые любят горнолыжку, но это те, кто занимается конкретно. А если говорить о Европе, у нас в связи со сложными отношениями политическими с Европой, как-то количество желающих там отдыхать уменьшилось или не изменилось? Уменьшилось, но это даже не столько с политическими связано, с формальностями визовыми. Сложность в том, что не все могут выехать, допустим, сделать отпечатки пальцев в Сургуте или в Екатеринбурге, и это не очень удобно, нежели ты просто отправил документы, тебе пришли с визы, и ты едешь себе спокойно. Эту процедуру можно пройти раз в пять лет, но, опять же, не каждый готов выделить на это время. Проще поехать в безвизовую страну и ни о чем не думать. Если говорить как раз о визах, в этом году, опять же, на начало сезона, наверное, пришли ряд прям мошенничеств, которые в ноябрьске происходили. Были у нас такие истории, да. Вы, когда отправляете в Европу, визовые центры выбираются по какому принципу? Как правильно распознать визовые центры, чтобы не стать жертвой не очень чистых на руку людей? Ну, как минимум, на сайте генерального консульства, в какой страны вы предпочитаете поехать, есть аккредитованные агентства, которые могут этим заниматься. Подавать документы, и, соответственно, визовые, все выезды там учитываются и прописаны. В какой город, в какую дату, то есть, в принципе, наверное, так можно отследить. То есть вы в своей практике не сталкивались с мошенничеством? С мошенничеством, честно, нет. Я не ожидала даже такого, что может быть. Это был конец мая, начало июня, когда только открытие сезона стартовала. Я, видимо, слишком много работаю, что даже не слышу таких новостей. И хорошо, давайте пусть таких новостей будет меньше. Давайте перейдем к отдыху даже не столько в России, сколько вот исключительно на Ямале. Я знаю, что у вас были какие-то планы, идеи, не знаю, как правильно этим назвать, о развитии туризма в нашем регионе. Можно поподробнее в этой области? Поподробнее можно. Эти планы имеют большую предысторию. Я училась на туризме, училась на Урале, в Пермском крае. Соответственно, этот интерес к Ямалу вызывают у всех. Мало того, что у российских туристов не так много, сколько у иностранцев. Путешествуя, разговаривая с немцами, немцам очень привлекательно. В силу того, что сейчас очень часто, вернее, не очень часто, а очень актуально. Экотуризм, этнотуризм, это очень интересно. Туристы бы хотели приезжать, но для них проблематично в плане дороговизны перелета. Либо, если это ЖД, это очень долго. Это основные проблемы, наверное, те, которые мешают развивать. Как-то можно вообще решить эти проблемы? Потому что проблема логистики транспортной, она, наверное, для всей страны актуальна. Для таких отдаленных регионов, это же прям беда. Я думаю, возможно, если учитывать то, что туристические программы по развитию туризма именно в стране, если заявлять во всеуслышание для государства о том, что мы готовы развивать, я думаю, в принципе, готовы бы были субсидировать какие-то авиаперелеты. Но я думаю, это более было бы актуально, нежели ЖД, потому что, опять же, длительно. Вот, субсидировали же в Крым билеты, в принципе, не проблема. А дело в том, что туризм имеет мультипликативный эффект, и он затрагивает многие сферы экономики. Если пытаться развивать, содействовать могут. То есть развить большой кластер можно привлечь многие сферы экономики и многих предпринимателей. Опять же, приход денег в наш район, в наш регион, я думаю, для государства это было бы приятно. Чем, в принципе, Ямал может завлечь иностранца? Вот прям конкретно по таким точечкам можно рассказать? Что мы можем предложить? Что мы можем предложить? Мне кажется, мы сами ямальцы не до конца понимаем весь объем того, что у нас есть, чем мы можем похвастаться. А как мы об этом будем рассказывать ямальцы? Среди этого, поэтому мы не понимаем. Дело в том, что, опять же, заповедные уголки, отъехав даже не столь далеко от Ноябрьска, в принципе, уже нету каких-то электросетей, я не знаю, то есть все дико. Для этого туристы и хотят ехать. Даже банально очень много туристов приезжают с деловыми целями, которые бы хотели посмотреть ближайшие края, с Москвы приезжают. Я, говорит, никогда не видел клюквы или морожки. То есть для него сходить в лес — это уже увлекательное путешествие. Поэтому это мы не понимаем, потому что мы живем среди этого. Плюс, опять же, этнотуризм. Договориться с нашими племенами, назовем их так, поставить чум, водить к ним людей, и им приятно, и, думаю, туристам было бы интересно. Это делают на севере нашего района, просто, к сожалению, в Ноябрьске этого еще не делают. Хотя, с другой стороны, было бы актуально по той простой причине, что мы, если смотреть по карте, южнее всего, можно сказать, врата. Самый доступный. Венецкий, да, автономный округ, и было бы, ну, как-то глупо не начинать развивать. Почему все уходит в столицу, опять же, куда трудный доступ, ты даже на ЖД туда не доберешься. Вот, поэтому, я думаю, стоило бы развивать, имело бы смысл. Но если громко заявлять именно как бренд «Ямал», тогда и государство услышит, и, я думаю, поможет. А в чем проблема, вот именно заявить об этом? С какими трудностями сталкиваетесь? Единый бренд сложно выбрать. Но край земли — это, понимаете, мы не одни такие. Мы не одни, да, на краю. Австралия тоже может про себя сказать, что они с краю. Да, Австралия далеко не надо ходить, Карякский полуостров, Кольский полуостров. У нас пол-России на краю живет. Вот, поэтому нужно выбрать бренд, которым бы можно было заявить о себе, и который бы только одним названием уже зазывал сюда. Вот, «Мамонтенок Люба» — это, конечно, замечательно. Но как-то туристов не приносит. Ну, сейчас можно сказать, что вот как-то продвигается, все планы, все идеи идут в сторону реализации? Да, мы пока переговариваем с партнерами, ищем новых партнеров, так как это большое дело, опять же, заявить об этом стоит, я думаю, немало людей нужно. Соответственно, пока это все в планах, в развитии, на переговорном этапе. Ну, Анастасия, я вам желаю только удачи в этом начинании. Спасибо. Нам бы тоже всем хотелось уже увидеть здесь, не только немцев, но и африканцев, которые пришли, вы посмотрели, как так жить в холодах. Будем надеяться, что все получится. Спасибо вам. Спасибо большое. Вам всего хорошего. А я напомню, наша студия открыта для всех. Если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить с телефона редакции 49 99 40. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова